Добрый день! Я Николай Михайловский, и я приветствую всех собравшихся на очередном научно-техническом вебинаре, которое НТР проводит вместе с высшей IT-школой Томского государственного университета. И мы сегодня общаемся с Евгением Осиповым из Технологического университета Лунея, Швеция, который будет нам рассказывать про векторно-символьные архитектуры, про концентрацию мер и другие интересные вещи, которые позволяют, вероятно, связать архитектуры векторные, на чем все сейчас дипломеринг основаны, и архитектуры символьные. Все, передаю слово Евгению. Спасибо, Николай, и спасибо всем, кто пришел на этот вебинар. Мне вдвойне приятно здесь делать доклад, потому что я был в Томском государственном университете несколько лет назад, давал схожий семинар на факультете математики. Ну, много воды утекло с тех пор, то есть некий апдейт. Заранее прошу прощения, может быть, за сбивчивость речи, в основном подобные доклады делаю на английском, ну, посмотрим, как оно пойдет на русском. Если у вас возникают сложности с русским языком, смело переходите. Нет, пока вроде нет, но посмотрим, как там по терминологии пойдет, будет такой микс небольшой. На шведский не надо, а с английским разберемся. Хорошо, хорошо. Вот, собственно, заявленная тема, она достаточно амбициозная, да, по-русски звучит, как можно использовать многоразмерные вектора, или там, скажем, тысячеразмерные вектора для разработки искусственного интеллекта, функции искусственного интеллекта. Очень широко звучит. Сразу скажу, что это не мейнстрим такая тема, абсолютно, но она набирает обороты. Прямо скажем, то есть я активно участвую в создании сообщества исследовательского. В мире нас сейчас насчитывается, ну, больше сотни, наверное, в разных уголках земного шара от Австралии до Америки. И, как я и сказал, подобная тема, вычисления на высокоразмерных случайных векторах становится очень популярна, особенно в контексте новых вычислительных архитектур. Я коснусь этой темы поподробнее. Ну, как бы, значит, чтобы, может быть, немножко растопить лед, не все слышали, где находится Люлио. Люлио – это самый северный технический университет в Скандинавии, ну, или, по крайней мере, в Швеции. И наш город, он небольшой город, он вообще схожий по размерам с Томском. Он находится в 150 километрах к югу от Полярного круга. Вот здесь. То есть, ну, университет достаточно большой в шведских, по шведским меркам. То есть, у нас около 40 тысяч студентов обучаются. И, как бы, основная специальность нашего университета – это геология, добыча ресурсов. Очень сильная космическая компонентная у нас. И, то есть, с недавнего времени идут очень большие инвестиции в области искусственного интеллекта, компьютерных наук, и, в частности, искусственного интеллекта, робототехники, машинного обучения. Ну, опять же, я говорю, очень быстро так пробежался по каким-то визуальным картинкам. Так это примерно выглядит у нас. Собственно, я так понимаю, как и у вас, там велосипеды очень хорошо используются, особенно даже зимой. Летом у нас как бы белые ночи, очень красиво. Так что я советую, если вам когда-нибудь придется побывать в Скандинавии, посетить наш милый городок в разные времена. Ну, давайте сразу перейдем... А, ну да, собственно, очень такой интересный факт. То есть, может быть, мы действительно сильны в разных областях, но, по крайней мере, наш лозунг нашего университета – это что классные идеи растут лучше в холоде при минусовых температурах. Ну, это такой спорный немного вопрос. Ну, посмотрим. Ну вот, давайте уже ближе к теме подходить. То есть, основная задача какая? Так как это не мейнстрим тема, то есть, я бы хотел, чтобы... То есть, основная задача моя – это, может быть, заинтересовать вас, кто присутствует на этом семинаре, возможности вычислений на высокоразмерных векторах и на случайно сгенерированных векторах. То есть, дать вам некую мотивацию, зачем это нужно. И, может быть, через вот эту презентацию дать почувствовать, что на самом деле очень обширное поле для деятельности открывает вот эти вычисления, то есть, затрагивающие фундаментальные аспекты, но также и прикладные аспекты. То есть, я покажу, как в практических задачах это применяется. Вот. Ну и, собственно, краткое содержание доклада. То есть, я сначала дам некую, опять же, техническую мотивацию, то есть, зачем нужно проводить вычисления на векторах. И, собственно, пройдусь по основным операциям, покажу примеры различных вычислений, символьных вычислений или коннекционистских вычислений, используя вектора. И, ну, кстати, вот здесь вот написано BSA, это акроним для термина векторно-символьной архитектуры. Так, ну, начнем мы, наверное, опять же, с таких положений. Наверное, их сложно оспорить. Но, опять же, я не буду вдаваться в доказательства. Я думаю, тут в целом все понятно. То есть, во-первых, начнем с того, что биологический мозг представляет информацию в таком распределенном виде, то есть через активацию большого количества нейронов. Опять же, не будучи специалистом в нейрофизиологии, я думаю, это как бы, ну, как минимум этот факт, он известен всем. Второе положение, которое я хотел бы вынести, что текущие компьютерные архитектуры, через которые мы, собственно, и делаем вот этот семинар, они основаны на фоннемовской архитектуре, они, собственно, не предназначены изначально для создания функции искусственного интеллекта. То есть сейчас все более популярной становится разработка новых биологически инспирированных архитектур, так называемых нейроморфных компьютерных архитектур, которые бы позволяли, которые, по-простому сказать, заточены под имплементацию функций искусственного интеллекта. Но тут же, опять же, в этом разделе хочу сказать, что подобные архитектуры, то есть тут можно какие архитектуры привести в пример, ну, например, спайковые процессоры, как TrueNorth от IBM, или, то есть дальше я там покажу ссылку, не знаю, многие ли из вас слышали про последние разработки от Intel, которые называются Loihi. Кстати, у меня вопрос вот к Николаю. Здесь можно смотреть некий чат, где бы люди вот писали что-нибудь? Да, видите, здесь у нас есть Q&A, здесь у нас есть чат, вот, теоретически туда кто-то что-то может написать. А, ну, я не вижу это, ну, хорошо. Нет, вы видите, если это вам напишут, если это напишут вам, нам. Да, хорошо. Я, наверное, вижу большинство того, что пишется напрямую, но, судя по всему, активность чати у нас сейчас отсутствует. Ну, по-моему, да, да, хорошо. Да, вопрос такой, раз уж мы приостановились, когда удобнее собрать и ответить на вопрос? Задавать вопросы по ходу, задавать вопрос там после какой-то остановки или в конце? Ну, вообще можно, если я их буду видеть, задавать по ходу, я думаю, можно прерывать по ходу, потому что тут много, может быть, каких-то концепций, которые, как бы, новые, может быть, для слушателей, поэтому можно прерывать по ходу действия. Хорошо, спасибо. Будем разумным образом этим разрешиваться. Да, да, да. Ну и вот, собственно, вот эти примеры нейроморфных архитектур, ну, как вы знаете, то есть они по сути своей имитируют спайковые нейронные сети, вернее, реализуют в железе спайковые нейронные сети, но если хотя бы некоторые из вас имели некий опыт общения с ними, достаточно сложно их использовать с точки зрения, скажем, инженера по машинному обучению, то есть разработчика AI-функции или ИИ-функции. То есть такой вот стейтмент. Потом, опять же, ни для кого не секрет, то есть хотя сейчас вот дип-лёрнинг, то есть это, видимо, такое действительно мейнстрим, и особенно для людей не технических дип-лёрнинг подается как некие, собственно, решения искусственному интеллекту. На самом деле это всего лишь один из инструментов, который позволяет, грубо говоря, сканировать мир и получать некие представления. Мало того, эти представления, они достаточно специфичные. То есть, например, через дип-лёрнинг как минимум сложно понять мир как комбинацию неких частей. То есть вот так вот. И, собственно, это ведёт к тому, что на самом-то деле ещё вот эта пропасть между символьными и коннекционистскими методами в искусственном интеллекте, она ещё не закрыта. Проблемы остаются. То есть символьные вычисления, они сами по себе живут и развиваются. И, собственно, коннекционистские модели, они сами по себе живут. Ну и давайте сейчас вот по каждому из этих аргументов очень быстренько пройдём, чтобы они не просто как стейтментами были, некую основу, что ли, подвести. То есть сейчас текущие компьютерные архитектуры, они... То есть у нас есть там процессоры, есть память, есть шина, да. процессоры, они становятся более и более мощными с точки зрения вычислений или с точки зрения количества операций, которые могут производить, которые, собственно, в свою очередь объясняются большим количеством транзисторов на них. Но на самом деле с точки зрения энергоэффективности вычислений, они не очень помогают для эффективной реализации функций искусственного интеллекта. То есть мы знаем, что, чтобы просчитать... То есть там пару лет назад, в 19-м году, там была очень интересная статья такая, которая приводила примеры энергозатрат на обучение одной модели из области обработки языка, то есть natural language processing. То есть там и все в доступных терминах было объяснено, что там одна большая модель требует энергозатрат соотносимых с энергией, которая затрачена на производство и весь жизненный цикл автомобиля. И это, собственно, связано с тем количеством операций, которые текущие модели требуют для получения этих моделей. В то же время существует, собственно, очень четкий вектор развития, когда вот эти функции, я их называю там AI-функции, то есть как такой в общем, но на самом деле это модели, которые позволяют решать некие классификационные задачи более конкретные. есть тенденция или как минимум требования имплементации этих моделей на как можно ближе к тому месту, где сами эти данные генерируются. То есть мы говорим в этом случае о AI-функции как он по-русски может быть, это термин переводится, я не совсем знаю. И, собственно, там возникают вопросы, как можно и можно ли реализовать функции искусственного интеллекта на архитектурах, где у которых точность вычислений это нечто динамически меняющееся. То есть мы находим баланс между энергопотреблением и точностью вычислений. То есть опять же, говоря на пальцах, очень легко понять. То есть если мы уменьшаем подачу тока на чип, то в какой-то момент наше вычисление получается с ошибками. И, собственно, это абсолютно не имеет смысла для обычных приложений, но с точки зрения AI-функциональности это имеет смысл, потому что все операции или большинство операций она все-таки носит такой приблизительный характер. Ну и, собственно, как ответ на этот вопрос, как я сказал, появляются биологически инспирированные компьютерные архитектуры, так называемые нейроморфные процессоры. И примеры этих архитектур, вот, например, это Laiche процессор от Intel, который разрабатывается последние три года, и более ранняя версия от IBM. с другой стороны, очень релевантная к теме текущего доклада разработка внутри IBM, она до сих пор в области исследований находится, это вычислительная память, так называемая, то есть это память, которая имеет свойство производить вычисления, то есть нам не нужен специализированный процессор, некоторые операции можно производить прямо в памяти. Опять же, так как это не является основным фокусом доклада, я привожу вот здесь на слайдах название статьи, где вы можете более подробную информацию получить. И, собственно, вот эти вычисления на высокоразмерных векторах, они под собой имеют цель как раз создать некий алгоритмический уровень для вот этих новых биологически инспирированных компьютерных архитектур, в которых вычисления делаются в первую очередь параллельно, это высокопараллелизируемые архитектуры, и во-вторых, через sparse activation, то есть когда только небольшая часть вычислительных элементов задействовано вычисления. Так, ну, следующий момент это как раз символьные вычисления и коннекционистские вычисления, то есть здесь очень простой пример, то есть можно ли понять структуру некого феномена, который мы наблюдаем, в данном случае картинки, через, грубо говоря, обучение на изменение интенсивности пикселов, ну, в этом случае. То есть весь дип-лёрнинг, он основан на неком процессе назначения меток, этот процесс, хотя он и автоматизированный, в частности он не дает понятия структуры этого феномена, который мы наблюдаем, то есть, например, вот на вот этой сложной картинке глубокая архитектура сетевая может выдать одну метку, что это, например, собака. С другой стороны, если мы посмотрим вот такой пример, то глубокие архитектуры, они будут схватывать некие текстурные артефакты на картинке, то есть изначально на самом деле абсолютно непонятно, что эта сеть может в этом случае дать. То есть она может подобную картинку, например, разбить вот так на такие текстурные элементы. Хотя на самом деле, если эти элементы связать в некую структуру, то эту структуру можно интерпретировать, например, по-другому. опять же, если мы присмотримся, то на самом деле так оно и есть. То есть тут опять же, мы не будем вдаваться в дискуссии, то есть это действительно не очень хорошего качества входные данные, но они подтверждают этот феномен. То есть мы как биологический совершенный или биологический интеллект, то есть когда нам показали связь между объектами, мы очень легко можем увидеть и соотнести подобное изображение с определенным символом, что ну и собственно повторить немножко в чем заключается основная основная дискуссия между традиционным традиционным искусственным интеллектом, символом искусственным интеллектом и коннекционистским подходом он заключается в том, что в символном подходе у нас есть некая символная модель, через которую мы логически можем производить некие выводы и тем самым моделировать функции интеллекта. Здесь проблема известная, она до сих пор существует, это как связать символы вот этой модели с теми артефактами, которые мы можем наблюдать в реальной жизни, то есть символ граундинг, это одна из фундаментальных проблем в этой области. с другой стороны, то есть коннекционистский подход, он завязан на том, чтобы понять, представить знание, некое знание в неком домене через имитацию активности между нейронами, то есть у нас есть математическая модель мозга в разной степени сложности и через нее мы пытаемся представить знание. То есть в этом плане проблемы символа граундинга не стоит, потому что мы напрямую отображаем некий феномен в некие представления активности нейронов. проблема заключается скорее в следующем, как эти представления связать в более сложные формы или структуры данных. И, собственно, векторно-символьные архитектуры, они находятся где-то посередине, то есть это развивающая область, в которой, как мы сейчас понимаем, то есть есть очень очевидные связи как с нейросетями, так и возможность использования нейросетевых представлений для создания более сложных структур символьных. вся область векторно-символьных архитектур, она еще называется высокоразмерное вычисление Hyperdimensional Computing, то есть она началась в середине 80-х годов несколько исследователей собственно к этим идеям пришли, то есть то, от чего отталкиваются VSA, которые я вам представляю, они имеют под собой, то есть их корни растут вот в этих двух публикациях, то есть исследователи из Финляндии, Пентика Нерва, который работал в Стэнфорде в это время, он предложил использовать высокоразмерные случайные вектора для реализации памяти, рабочей памяти в смысле искусственного интеллекта через вот так называемый алгоритм разряженный распределенной памяти спарс дистрибут основная идея такая очень легко пояснить то есть сначала немного алгебры то есть у нас есть некие вектора и допустим у нас есть три вектора то есть мы то есть вы можете о них думать как например признаки некие то есть все три мы можем как бы объединить в общее представление распределенное в котором они все будут входить через линейную комбинацию этих векторов но в этом очень важно что в этом примере все три вектора они ортогональны то есть их произведение dot product равно нулю и собственно если мы хотим то есть у нас вот этот x это будет совместное представление вот этих трех неких объектов которые описаны через вектора k1 k2 k3 и если мы хотим вычленить один из компонентов мы просто мы берем и умножаем умножаем вот этот вектор представления на транспонированный вектор вот этого признака и тогда мы вычленяем его значение то есть таким образом мы связываем некий признак с его значением но проблема с ортогональными векторами что их достаточно сложно получить в большом количестве то есть я немного пропущу мотивацию почему но я думаю вы можете представить то есть векторно-символные архитектуры они используют другого типа вектора которых в целом гораздо проще сгенерировать они так называемые квазиортогональны то есть принцип точно такой же у нас будут некие вектора которые квазиортогональны мы должны определить что такое квазиортогональность это мы сделаем очень скоро и то есть некую структуру мы можем представлять опять же через линейную комбинацию вот такого типа и тогда вычленение некого значения определенного признака в этой структуре оно делается через умножение ну или здесь это противоположная операция на вектор представления им получается некое зашумленное представление значения которое нас интересует так ну и давайте теперь перейдем к тому сколько как можно генерировать подобные вектора сколько их вообще существует для этого нужно ввести некое понятие некое определение квазиортогональности для этого нам достаточно определить некую меру похожести меру близости в определенном пространстве ну например если у нас мы рассматриваем пространство бинарных представлений то есть у нас все вектора они все позиции в векторах они либо 0 либо единица и мера близости в этом пространстве у нас будет расстояние Хемминга и очень просто такой эмпирический проверить то есть мы будем случайно генерировать точку в этом пространстве то есть случайно генерировать компоненты вектора и потом от этой точки будем измерять расстояние Хемминга до других случайно сгенерированных векторов и мы будем смотреть на распределение вот этих расстояний сколько таких расстояния определенного значения мы получим и вот этот график например он показывает подобное распределение для разных размерностей этого вектора то есть вот м равно 5 это грубо говоря 5-битный вектор м равно 10 10-битный вектор то есть 100 это вот примерно то что у нас 64-битные архитектуры это вот примерно соответствует нашим компьютерным архитектурам но вот интересно начинается когда мы рассматриваем вектора на больших размерностях то есть грубо говоря от нескольких сотен до нескольких тысяч то есть в этом случае для любой случайно заданной точки большинство случайно сгенерированных векторов оно будет находиться на расстоянии 0,5 на нормализированном расстоянии 0,5 расстояние Хеминга это значит что в простых терминах 50% позиций они будут расходиться с нашим заданным вектором но опять же это был эмпирический эксперимент на самом деле существует теория концентрации меры которая находит свое применение в разных областях физики в том числе и отцами этой теории являются Пол Леби и Виталий Мильман нам полезны несколько результатов из этой теории в области искусственного интеллекта они опять же существуют теоремы которые можно достаточно формально подойти к этому представлению но так как я собственно не знал аудиторию то есть результат этих теорем можно выразить через достаточно понятные понятия то есть например одно один из выводов этих теорем гласит что концентрация объема в высокоразмерном шаре она находится близко к его сфере то есть это такое опять же простыми словами особенно люди с математическим с математическим бэкграундом знают арбузную корку когда то есть объем он сконцентрирован вокруг корки грубо говоря дальше второй как бы результат он гласит что собственно высокоразмерная сфера она сконцентрирована вокруг экватора но опять же что это значит это значит не больше не меньше чем вот это то что мы показали через эмпирический эксперимент то есть грубо говоря у нас есть мера расстояния Хемминга и это значит что на высоких размерностях большинство точек в этом пространстве оно будет сконцентрировано на расстоянии 0,5 то есть если у нас есть унитарная сфера то большинство пространства будет то есть 99% всех точек будет на расстоянии 0,5 и это дает нам возможность грубо говоря генерировать бесконечное число практически очень большое число псевдо ортогональных векторов для которых расстояние Хемминга будет 0,5 и собственно векторно-символной архитектуры они используют вот эти высокоразмерные представления случайные чтобы представлять объекты то есть некого феномена или вообще всей картины мира через вот эти высокоразмерные вектора и также она предлагает некую алгебру на этих векторах то есть все вычисления они имеют смысл только с точки зрения векторов не с точки зрения конкретных чисел ну опять же я сейчас это продемонстрирую на примере то есть на самом деле алгебра достаточно простая здесь то есть мы сначала задаемся некой то есть в какой системе численной системе мы работаем то есть это может быть бинарная либо биполярная что примерно одинаково то есть в бинарной системе у нас имеются нули и единицы определенной размерности биполярной плюс-минус один но также мы можем говорить о векторах где компоненты это действительные числа или комплексные числа то есть в итоге функционал будет тот же самый то есть имплементация операций будет различная но функционал будет тот же самый и мы вводим собственно вот эти операции над векторами то есть операции у нас будет три то есть это операция составления множества также она называется бандлинг то есть мы как бы запаковываем несколько векторов в одно представление потом операция связывания бандинга то есть мы берем два вектора и если это допустим биполярное представление мы их умножаем по переменным если это бинарное представление там XOR используется исключающее или по компонентным также существует практически практически во всех системах VSA существует обратная операция для бандинга то есть XOR он тот же XOR для того чтобы получить обратный результат в других системах в биполярных это то же самое умножая на минус один мы возвращаем предыдущее значение правильно вот и третья операция которая она достаточно может быть странная с точки зрения обычных вычислений это операция перестановки то есть мы можем взять вектор и поменять местами его компоненты согласно какому-то паттерну и эта операция она будет использоваться для представления порядка ну например порядка элементов во множестве сейчас я вам покажу опять же примеры составления неких структур данных более сложных структур данных то есть у нас есть какие-то атомарные вектора например x a y b z c что мы можем сделать мы то есть вот эта операция вот эта операция бандинга она во многих случаях может быть интерпретирована как связывание наименования некоторого некоторого признака с его значением это я уже упоминал то есть это или там с точки зрения символьных там вернее в терминологии символьных вычислений это роль филер то есть есть некая роль и есть его значение этой роли то есть это присвоение значений то есть мы связываем роль со значением И через операцию сложения или бандлинга мы объединяем несколько компонентов в одном представлении S. Также можно представить, например, дерево. То есть у нас есть три вектора, которые в такую структуру организованы. Мы вводим вектора для понятия лево-право, тоже случайно сгенерированы. И здесь операция пермутации используется для объединения подструктуры в один символ. Ну и различные структуры данных можно представлять подобным образом, что является очень хорошим подспорьем уже для машинного обучения. Я сейчас скоро к этому приду и покажу пример. То есть мы можем не просто, например, последовательность признаков подавать на вход некого алгоритма машинного обучения, а подавать некие структуры данных. В общем, в этой области накоплена достаточно большая база методов для отображения различных модальностей входных данных высокоразмерные представления. То есть там начиная со скаляров, как можно их представлять, символы, дискретные символы в случае языка, сигналы, как можно представлять и так далее, включая, собственно, картинки. Часть методов, она включает кодирование, собственно, программирование, вот в этом смысле, если мы знаем некую структуру. Вторая часть методов, она основана на обучении. То есть, грубо говоря, мы можем выучивать представление. То есть в этом плане самый ближайший, наверное, самый ближайший пример – это, например, скрытый уровень автоэнкодера или выход с последнего уровня конволюционной сети, который, собственно, является представлением для некого феномена, который наблюдается. Ну вот, собственно, введя понятие атомарных векторов и что мы с ними можем делать через алгебраические операции, сейчас я покажу пример на конкретном примере. То есть как мы можем представить такую структуру данных, например. То есть у нас есть обычная структура данных, у нас есть имя, поле имя или признак имя с его значением, признак пол его значения и возраст его значения. То есть для всех вот этих символов и их значений мы генерируем случайные вектора, ну в данном случае случайные, то есть во многих практических задачах, то есть кодировка значений, она не является случайной, то есть у них есть некая последовательность. Но просто показать принцип составления структур данных. И, собственно, то есть назначение признаку делается через операцию связывания, и вся структура представляется через сумму вот этих связанных рольфиллер пар. То есть что тут важно? То есть это как бы расписанное представление. Нам важно то, что мы получили некое распределенное представление вообще всего феномена. То есть вот этот рекорд HV, это один вектор, который показывает, который в себя включает сложную структуру. То есть, например, если мы сейчас хотим узнать, что является, то есть какое значение у признака имя, то мы берем вектор, соответствующий этому признаку, делаем unbinding. И что получается? То есть если мы распишем, у нас получается, что имя вычлениться из первой пары рольфиллер. Остальные пары, они как бы будут являться шумом. Но так как мы знаем, что основываясь на концентрации меры, на теоремах концентрации меры, то если у нас есть таблица с чистыми значениями этих векторов, то есть мы говорим, что очень важный компонент у нас сейчас, это так называемая clean-up memory или item memory, то есть там, где мы храним чисто сгенерированные вектора, то подавая вот этот зашумленный вектор, мы можем с очень большой вероятностью отыскать правильный ответ. То есть если пример посложнее немножко сделать, то есть опять же у нас сейчас нет времени во все детали входить. То есть интересующиеся могут посмотреть вот эту статью Пентика Нерва. он описывает пример рассуждения по аналогии. То есть если, например, у нас есть некие две структуры, которые кодируют представление валюты в разных странах, то в подобной системе можно, например, создавать запросы, которые будут являться, на которые можно ответить по аналогии. То есть, например, что является долларом России. Нам нужно найти такой вектор, вектор признака, который соответствует значению доллара, но в записи России. То есть это, собственно, делается через подобную операцию. То есть у нас мы берем как бы два представления для России, для, грубо говоря, Австралии, вычленяем ту роль, к которой привязан доллар, и прогоняем через item memory. Получается, и вычленяем, собственно, чистый вектор, который дает нам ответ. Но, опять же, это пример неких символьных вычислений. Если вам интересны детали, то вот эта статья в подробностях описывает этот пример. Дальше что можно делать? То есть если у нас есть некая картина мира, то есть можно подобным образом описывать некие эпизоды из этой эпизоды из жизни и смотреть на похожесть вот этих представлений в терминах картины мира. То есть здесь, если вам интересно развитие, то есть украинский коллега наш Дмитрий Рачковский, вот он работает в этом направлении. Я смотрю, что время у нас как бы течет очень быстро. и у меня остались достаточно еще несколько слайдов, поэтому я, наверное, не буду через все их проходить, а скорее там остановлюсь на каких-то наиболее важных. То есть сейчас цель показать, насколько применимы подобные представления с точки зрения коннекционистских моделей, то есть в рамках традиционного машинного обучения, например. То есть здесь первый самый выигрыш из этих представлений получается, когда мы можем представлять сложные структуры данных и подавать их на некий алгоритм классический, то есть на нейросеть, например. Что мы здесь выигрываем? Ну, например, во многих НЛП-задачах один из популярных методов – это метод NGRAN. То есть мы знаем, что здесь размерность входа, она зависит от длины NGRAN, которую мы хотим использовать. То есть если у нас есть, грубо говоря, 27 символов в алфавите, то и мы говорим о 5 граммах, то есть N равно 5, то общее количество, то размерность этих представлений будет 27 в степени 5, что около 20 тысяч являются. И мы знаем, что традиционный алгоритм достаточно сложно с такими большими векторами, входными векторами работают. Вот здесь как раз можно применить высокоразмерные вычисления для представления данных. То есть мы можем вот эту NGRAN-статистику закодировать через наши вектора, то есть мы создаем атомарные векторы случайные для символов нашего алфавита, и кодируются NGRAN, то есть каждая NGRAN представляется через подобную структуру. То есть мы просто связываем коды символов подобным образом. И в итоге у нас размерность, входная размерность, она уменьшается, то есть с около 20 тысяч для 5 грамм до той размерности, которую мы задали, грубо говоря, до тысячи или до 10 тысяч. И вот это представление, распределенное представление, мы можем уже подавать на некую нейросеть. Например, на самоорганизующиеся сети или на перцептрон, или на любой другой тип сети. Очень хорошо подобное представление использовать в тех случаях, когда у нас вектор признаков входных имеет разную длину. То есть вот в этой статье, например, показано, как можно кодировать последовательности разной длины через вектора, у которых будет размерность фиксированная. И их гораздо легче уже тоже подавать на вход неких решателям коннекционерских. Но можно свои сопредставлениями делать гораздо больше. То есть я, наверное, закончу свою презентацию, упомянув вот эту работу. То есть здесь два типа нейросетей было рассмотрено, рекуррентных и со случайными связями. То есть одна называется RBFL, и она также известна под именем Extreme Learning Machines. Вторая называется EcoState Networks. Они примерно одинаковые, то есть это рекуррентная сеть, это более статическая сеть. И в этих сетях, что интересно, то есть их основной функционал... Давайте я сейчас пробегу через несколько слайдов. Их основной функционал, он выражен через операции векторно-символьных архитектур. То есть у нас рассматривается уже не как отдельный нейрон в этих сетях, а как операции над всеми нейронами сразу. Вот. Что мы выигрываем через это? Мы выигрываем в увеличении скорости обучения. При сохранении порядка аккуратности этих сетей. То есть уже на текущих архитектурах можно достичь достаточно более быстрого обучения. Вот. У меня еще там много слайдов. Как оказалось, я немножко не оценил время. Поэтому я закончу, наверное, последним слайдом, каким образом, собственно, эти представления, они совместимы с вот этими новыми архитектурами. То есть мы знаем, как представлять данные, мы знаем, как эти данные подавать на некие алгоритмы нейросетевые. Мы знаем, как реализовать целые алгоритмы в рамках этой теории высокоразмерных вычислений. Но что интересно, что вот эти высокоразмерные вектора, напрямую их можно интерпретировать как, например, значение в каждой позиции подобного вектора, его можно интерпретировать через всплеск нейронной активности. То есть если у нас есть ансамбль нейронов, то определенное значение можно соотнести со временем спайка этого нейронов, который за это отвечает. То есть если вам интересно, вот работа, которая процитирована здесь, и да, кстати, слайды будут доступны, я пошлю организаторам, они как бы основные операции реализованы на интеловской архитектуре Лаихи. Вот, наверное, на этом я закончу, чтобы хоть немного времени оставить на вопросы. Да, Евгений, спасибо большое. Введение получилось немножко коротковатым, для совершенно нового для всех нас материала, я думаю. Так, ответим на простые вопросы. Слайды будут доступны, спрашивает Тимур Леонидович. Да, Тимур? Да, слайды будут. Слайды будут доступны, Евгений обещал нам их прислать, мы их, как всегда, выложим. Всем, кто зарегистрировался, об этом уйдет обновление e-mail. Николай Бадурин, Николай, вот кого я не ожидал увидеть, приветствую, спрашивает сначала, почему только 3D с тензором XSYPX, а где... Ну, это было просто для иллюстрации. Это было просто для иллюстрации. Так же Николай говорит, ваш подход очень напоминает Q&A. Вот я смотрю, я нашел это на Википедии, наверное, сейчас я не смогу напрямиком рефлектировать на эту страницу, но я посмотрю. Яков Живов спрашивает. Евгений, спасибо большое, что прочитали мои мысли и начали продвигать символьный подход перемешивания с машинным обучением. Тоже думал попробовать их перемешать и продвигать, если увидел бы, что подходит, но пока еще не делал. Считаю, что надо попробовать перемешать илогический подход с машинным обучением или все три символьно-логические машинные обучения. Еще раз спасибо большое, в том числе за интересный доклад, успехов во всем. Причем, я думаю, мы якобы благодарены. Я хотел бы еще, пока мы не закончили, обратить ваше внимание на последний слайд. Я являюсь организатором онлайн-вебинара, который посвящен как раз векторно-северным архитектурам. Сейчас уже три сезона у нас прошло. То есть, если вам интересны последние разработки в этой области практически, то, пожалуйста, смотрите наше видео здесь. И также, опять же, если у вас есть вопросы, то очень правильное место входа – это сайт hd-computing.com, который поддерживается моим бывшим аспирантом. И здесь собрана практически вся информация на текущий день об области, включая сейчас идет курс онлайн в университете Беркли. Опять же, если интересно детали, прошу, заходите к нам на сайты. Спасибо. Давайте ответим еще пару вопросов и завершимся. Опять же, в чате Антон Борзенко спрашивает, а есть ли сравнение по качеству HD-эмбеддингов и эмбеддингов, полученных с помощью каких-либо секвенста эмбеддинг-моделей? Да, тут есть сравнение. Опять же, есть некое сравнение даже на вот этих вебинарах. То есть, посмотрите, там есть эта информация. Это раз. То есть, тут имеет смысл упомянуть два механизма, если мы говорим о NLP-задачах. То есть, есть механизм random indexing. То есть, это составление эмбеддингов, которые сравниваются с обычными эмбеддингами, полученными через нейросети. То есть, вот в этой области я советую посмотреть. То есть, перформанс, он как минимум такой же. То есть, он очень схожий. Но опять же, это все нужно рассматривать в рамках конкретной задачи, разумеется. Владимир Вановский спрашивает, спасибо за интересную презентацию. А как обстоят дела с представлением непрерывных векторных величин и сохранением их естественных метров и близости в вашем пространстве многоверных? Очень хороший вопрос. То есть, разные подходы существуют. Наверное, опять же, чтобы не вдаваться в длинные объяснения, самый удачный источник – это был бы… Сейчас, вот эта эхо-стейт-сеть, которую мы сделали. Ох, господи, извините, пожалуйста. Просто смотрю, если нету ссылки, я ее добавлю. А, нет, вот они. То есть, вот эти две статьи в Transactions, Neural Networks, они как раз рассматривают представление подобных сигналов. То есть, один из методов – это, собственно, квантизация, назначение случайных векторов для каждого уровня. Либо, опять же, если вы посмотрите нашу библиографию, там сравниваются разные подходы. То есть, можно генерировать вектора, которые сохраняют похожесть между уровнями. В некоторых задачах они работают лучше. В других задачах как раз более интересно, чтобы отловить даже минимальные изменения, имеет смысл кодировать уровни ортогональными векторами, ну или псевдо-ортогональными векторами. То есть, вот в этих двух статьях как раз эти методы и рассматриваются. То есть, советую посмотреть здесь. Так, ну, теперь у нас остались среди вопросов в чате только благодарности. Евгений, я присоединяюсь к благодарностям наших коллег Якова и Антона за то, что нам рассказали. Очень интересно. Конечно, поле для работы там, ну, примерно выглядит бесконечным. Вот. И прийти в те места, где сейчас state of the art с дип-ленингом, а, возможно, решить те задачи, которые дип-ленинг сейчас не решает, это большая титаническая задача, которую в векторно-символьных архитектурах, вероятно, нужно будет со временем решить. Вот, я думаю, мы не последний раз встречаемся. Я думаю, что мы еще либо вас, либо кого-то из ваших учеников позовем еще подробнее рассказать про векторно-символьной архитектуры. Вот. Спасибо всем, кто был с нами. И опять же, со своей стороны, если у вас появятся некие рефлексии или вопросы, то добро пожаловать, пишите мне, пишите письма. Да, с удовольствием отвечу. Спасибо. Все, спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok